всем привет здравствуйте мои дорогие друзья авторская программа давай поговорить сегодня хотел бы с вами разобрать стихотворение сенина не жалею не зову не плачу очень интересно стихотворение на меня тоже затронуло и в детстве мы учили в школе то есть это стихотворение уже сопровождает меня много десятков лет и если так задуматься то действительно в таком в пике небольших частях отображена вся жизнь вся жизнь любого человека которого возьмешь по жизни да то все самое самое главное в этих стихах уже можно прочитать это стихотворение сенин написал двадцать первом году 1921 году когда ему было 26 лет казалось бы ему еще рано было думать о том что молодость его прошла и смерть скоро приблизится однако начало двадцатого века обозначились войной и он вокруг себя видел очень много смертей как и сегодня тоже начало двадцать первого века и продолжение как мы видим ничего хорошему люди не научились за все эти тысячелетия да и войны продолжаются это же молодежь сегодня уже задумывается о смысле жизни об этих бесконечных войнах вообще смысле жизни это очень здорово поэтому что с есенин тоже об этом задумывался поэт не был участником войны военных событий особо он туда на войну не стремился но его отправили служить в царско-лисейский военно-санитарный поезд тут он согласился чтобы помогать другим людям раненым как-то облегчить их не такую участь а так вот убивать других людей он даже не убивал животных не то что там убивать кого-то других людей он не собирался и не хотел и у него была на это прекрасная возможность не воевать да ну все равно посмотреть на эти бедствия на это несчастье и помочь кое-кому это у него было такое желание сердце это очень здорово что у него это было там конечно он узнал что жизнь граничит со смертью сегодня ты живой завтра тебя нет ранили убили коллега и к моменту написали стихотворение сергей уже успел создать несколько сборников том же двадцать первом году он встретил женщину из которой создал семью поэтому в принципе да уже в таком возрасте в 20-летнем у него уже и семья была и книги сборники стихов выпущены то есть человек уже был можно сказать зрелым человеком потому что если сегодня взять молодежь кто уже в 20 лет и женится и чтобы у него книги издавались или какие-то сборники таких людей очень-очень мало есенин был конечно такая очень интересная личность свое время и таким было один на миллион а частая историю написали произведения связывают с мертвыми душами гоголя в лирическом отступлении повести есть строки смысл которых отобразился в творении с есенина он например говорит что пробудила бы в прежние годы живое движение в лице смех и не мелочные речи то скользит теперь мимо и безучастное молчание хранят мои неподвижные уста о моя юность о моя свежесть вроде бы 20 лет парню да и уже такие вот грустные настроения про жизнь про свежесть ну конечно наверное 18 лет он себя по-другому чувствовал может быть он как раз это и вспоминал но у него не было никакого основания конечно в 20-летнем возрасте уже думать что все юность прошла и свежесть пришла нет просто время было такое депрессивная смерть вот это вот болезнь голод разруха вышла не знаете как это придавали цена предреволюционное время во время революции огромный голодомор там разборки белая армия красная брат убивает брата но сегодня правда ничего тоже не изменилось в этом мире ну вот можете представить как у молодежи какое сегодня настроение даже если возьмите россию там или другие страны расстояние настроение тоже иногда депрессивно впервые стихотворение увидела мир на страницах красной нивы в 1922 году о чем он писал и что задумал раздуманно человеческой жизнью традиционной для мировой литературы то есть как все все писатели все поэты и все нормальные люди мы все задумываются над человеческой жизнью рано или поздно все когда-то всем когда-то придется умереть кто-то хорошо умрет в домашней кроватке чистенькие аккуратненькие побритые вычищенные помыты а кто-то где-то в канале в какой-то какая-то бомба разорвется снаряд или еще что-то и вот в этом и различия огромные то есть у всех людей разный конец и поэтому об этом конечно если видишь так в окопе сидишь об этом всегда задумываешься но также есенин конечно он тоже задумался над этим видел что жизнь проходит очень быстро и не успеешь и промаркнуться как уже тебе триста сорок пятьдесят шестьдесят семьдесят лет и уже конец поэтому естественно пожилые люди да и я вот своем возрасте мне 60 лет исполнилась конечно с удовольствием вспоминаю молодых годах также было и весенина что там было в первых стихах этой первых строчках это стихотворение он начинает сразу конкретно говорит не жалею не зову не плачу хотя конечно же он и жалеет и зовет и плачет все пройдет как с белых яблонь дым говорит да конечно я не жалею не зову не плачу но все пройдет то есть как бы хоть жалей хоть не жалей а все равно все пройдет увядание золотом охвачены я не буду больше молодым молодым можно оставаться и в 30 и в 40 и в 50 лет и вот как-то у него вот что-то подумал что он молодым это до 20 лет. Нет, молодой это не до 20 лет. В древнем Израиле, например, молодыми парнями считались мужчины до 45 лет. Если человеку 45 лет или у римлянов, например, они там солдаты, это были вполне такие боевые мужчины, которые еще воевали там и марш-броски делали по 40-50 километров в день. Конечно, они были как молодые, их же не назовешь старыми. И поэтому вот это вот у него, вот эта депрессия, да, видно. Ну, конечно, образ жизни у него был соответствующий тоже, и постоянно был депрессия. Но мы за это его не осуждаем, потому что, в принципе, это в жизни каждого человека такое бывает. Значит, что там дальше? Не жалеет, конечно, можно сказать, почему не зовет и не плачет, потому что все эти года, которые прошли, он их считает нормальными, хорошими. Хоть они были у него там очень разные, да, если с точки зрения любого другого человека спросишь, как кто-то находит это хорошо, кто-то плохо. Ну, в целом, они подарили ему бесценный человеческий опыт. Ну, как правило, потом оказалось, что этот опыт ему в жизни особо не пригодился, потому что конец у него был довольно-таки печальный, да. Толком не знает, кто как он закончил свою жизнь. Ну, просто сам факт, что вот он там в 30 лет уже погиб, или его, как говорится, убрали, это уже говорит о том, что действительно что-то у него в жизни было не так, не совсем так, как оно. Как-то он не вписывался в ту систему тогдашнего мира. Такие забавы, ему больше не хочется шляться босиком, а гулять по росе, по траве. Вот мне 60 лет, я с удовольствием, да, гуляю, как говорится, летом, так если босиком, там, по траве. То есть, не знаю, как ему в 20 лет, в 30 лет уже это не хотелось ничего делать. Надо было ему в деревню почаще ездить и поменьше шляться, вот по, не босиком, а поменьше шляться по всяким барам, ночным клубам. И тогда было бы у него все здорово. Деревня его исправила бы. У меня есть один такой случай в жизни, когда вот тоже в городской парень, был 8 лет на игле, наркоман и все такое. И потом его один украинец приехал сюда в Германию на машине, дальнобойщик. И он забрал его к себе туда в деревню, в какую-то там глушь, в лес какой-то, в украинский. И потом за 2-3 месяца он очистился там от наркотиков и приехал сюда со всем другим человеком. Там была баня, там речка была, там было настоящее питание, молоко, сметана и все такое. И человек полностью очистился от всякой этой дури, да, то есть наркота вся вышла из организма, и он стал абсолютно здоровым человеком. Вот тоже самое нужно было сделать Есенина. Ему нужно было просто уехать из этого города в деревню и пожить там нормально, хорошим воздухом подышать, коров подоить, повыгонять там, не знаю, скотом позаниматься. Просто обыкновенной крестьянской жизнью на рыбалку ходить, дрова рубить там, ну и много-много другое делать. И всякая дура у него из головы тогда бы вышла. Ну вот он этого не сделал, только стихи писал, да, то есть всю свою депрессию он выражал через стихи. Ну понятно тоже, потому что как бы другого он не хотел. Вместе с молодостью позади остался дух бродяжи, как он говорит, дух бродяжи, поэтому речи этого зрелого мужчины обдуманный, хотя он был не совсем зрел, если так разобраться между нами говоря. Спокойный, а глаза больше не напоминали буйством. Ну конечно, в 16, 17, 18 лет он был буйный, там потом уже не так. Ну вот такой человек нужно акцептировать. Есенин считает, что с возрастом чувства перестают бурлить. Ну конечно, если их так сильно подавливать алкоголем, наркотой, куревом и прочими другими забавами, конечно у тебя с возрастом чувства перестают бурлить. А если ты нормальный образ жизни ведешь, ты и в 40, 50, 60 лет будешь нормальным человеком. Также он говорит в стихотворении, что у него больше нет желаний, в какой-то момент он начинает сомневаться, не приснилось ли ему это вообще вся его жизнь, как говорится, вся его молодость. Что-то как-то было в таком, как вот вы бываете, когда молодые люди, я помню, нам по 20 лет было в общежитии, мы жили в студенческом, утром просыпаешься после такой очередной гулянки, да, и потом начинаешь вспоминать, что там было вчера, и людей других спрашивать, и никто толком ничего уже не помнит, как было вчера там и позавчера. Ну, потом начинается такой отход, да, поэтому примерно у него тоже, у него такие временами были моменты, когда он не помнил, что там было, вообще жизнь, как она прошла, где она прошла. Интересный факт. Есть очень интересные сравнения, такие метафорические, очень здорово. Он говорит, розовым конем жизнь, да, как бы молодость, как проскакал на розовом коне. Розовый цвет, он символизирует беззаботность, вот как говорят, люди смотрят на мир через розовые очки. Ну, вот так, беззаботно, бесхлопотно, ни о чем не задумываются, думают, а, мир такой очень хороший, такой розовый, а на самом деле в мире есть жесткие вещи, да, которые, если реально подходить к миру, то мы видим мир сегодня очень переполнен даже и насилием. А конь – это быстрый бег молодых лет. Ну, это да, молодость, она проходит очень быстро, потом зарелась, она немножко более-менее нормальная, но когда уже наступает старость, там все летит в тысячу раз быстрее, чем в молодости, особенно последние там 10-20 лет, время так называемого доживания, да, у человека все пролетает очень быстро. Жалко. В последних стихах, строчках он говорит, что, уже как бы говорит от слова «мы», он повторяет известную истину, что все мы в этом мире тленны. Ну да, вот это единственная справедливость есть в этом мире, очень здоровская, да, что все должны умереть, и миллиардеры, и миллионеры, и богатые, и бедные, все проживают свои там 60, 70, 80, 90, ну, кое-кто, может быть, и 100 лет, а потом все тленны, все уходят, обратно превращаются в пыль, образно говоря. И с каждым днём человек потихонечку, потихонечку приближается к концу своей жизни. Так было всегда, так оно сейчас пока есть, ну, а если достанет когда-то вечная жизнь, это будет очень-очень здорово, да, то есть каждый из нас хотел бы жить вечно. Но это уже совсем другая тема, это более уже христианская тема. Грустные, раздумывания над вечными философскими проблемами. Хотя он и утверждает, как я уже говорил, Есенин, что не жалеет, не зовёт, не плачет. В монологе преобладает всё равно грустное настроение. Как два друга встречаются и рассказывают друг друга про жизнь свою, там у него кого-то там семья была, разошёлся, там дети были, выросли, ушли, контактов нет, и всё равно так сидят, два друга друг с другом разговаривают, и один другому говорит, нет, не жалею, не зову, не плачу, вот как есть, так и живу. Но мы ведь понимаем, да, что, конечно, человеку этому жалко, что так вот в жизни получилось, какие-то там контакты были хорошие, связи с кем-то, где-то что-то разрушилось, не получилось, не зовёт. То есть он этих людей, может быть, в своей жизни обратно не зовёт в свою жизнь, не плачет вместе, когда-то, может быть, с другом или с женой, с детьми проводили время, даже где-то поплакали вместе, а сейчас как бы всё разошлись, как в море корабли, всё это. Всё это человеческие отношения, всё это в жизни у каждого из нас бывает. И, конечно же, мы жалеем и зовём и плачем иногда. Вот такой разбор полёта стихотворения «Не желаю, не зову, не плачу». Послушайте его сейчас в моём исполнении. В следующий раз разберём другое стихотворение. И, пожалуйста, подпишись на канал, будем общаться. Я с удовольствием со всеми общаюсь. Все, кто имеет такой положительный настрой на жизнь, рад тому, что имеет, это уже правильно в жизни. Ну, а так жалеть, звать и плакать – это делает каждый из нас отдельно где-то в своей коморке, комнатке, потому что в жизни не так всё сладко и гладко, как это кому-то кажется, тот, кто носит до сих пор розовые очки. Итак, слушайте моё стихотворение в моём исполнении. Субтитры создавал DimaTorzok Берёзовым весёлым языком И журавли, печально пролетая, Уж не жалеют больше ни о ком. Кого жалеть, ведь каждый в мире странник Пройдёт, зайдёт и вновь оставит дом, А всех ушедших грезит конопляник С широким месяцем над голубым прудом. Встаю один среди равнины голой, А журавлей относит ветер вдаль. Я полон дум о юности весёлой, Но ничего в прошедшем мне не жаль. Не жаль мне лет, растраченных напрасно, Не жаль души, сиреневую цветь. В саду горит костёр рябины красной, Но никого не может он согреть. Не обогрят рябиновые кисти, От желтизны не пропадёт трава. Как дерево роняет тихо листья, Так я роняю грустные слова. А если время ветром разметая Сгребёт их всех в один ненужный ком, Скажите так, что роща золотая Отговорила милым языком. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Заметался пожар голубой, Позабылись родимые дали. В первый раз я запел про любовь, В первый раз отрекаюсь скандалить. Был я весь как запущенный сад, Был на женщин из зелия падки, Разонравилось пить и плясать, И терять свою жизнь без заглядки. Мне бы только смотреть на тебя, Видеть глаз златок карий омут, И чтоб прошлое не любя, Ты уйти не смогла к другому. Поступь нежная, легкий стан, Если б знала ты сердцем упорным, Как умеет любить хулиган, Как умеет он быть покорным. Я б навеки забыл кабаки, И стихи бы писать забросил, Только тонко касаться руки, И волос твоих цветов носил. Я б навеки пошел за тобой, Хоть в свои, хоть в чужие дали, В первый раз я запел про любовь, В первый раз отрекаюсь скандалить. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Все пройдет, как с белых яблонь дым, Увидания с золотом охвачены, Я не буду больше молодым. Ты теперь не так уж будешь биться, Сердце тронутое холодком, И страна березового сица Не заманит шляться босиком. Дух бродяжи, ты все реже, реже, Расшевеливаешь пламенью уст. О, моя утраченная свежесть, Буйство глаз и половодья чувств. Я теперь скупее стал в желаниях, Жизнь моя, или ты приснилась мне? Словно я весенней гулкой ранью Раскакал на розовом коне. Все мы, все мы в этом мире тленны, Тихо льется с клёнов листьев медь. Будь же ты вовек благословенна, Что пришло процвист и умереть. Раскакал на розовом коне. Раскакал на розовом коне. Гаснут красные крылья заката. Тихо дремлют в тумане плетни. Не тоскуй, моя белая хата, Что опять мы одни и одни. Чистит месяц соломенной крыши, Обойменные синью рога. Не пошел я за ней, Не вышел провожать заглухие стога. Знаю, годы тревогу заглушат, Это бой, как и годы пройдет, И уста и невинную душу Для другого она бережет. Не силен тот, кто радости просит, Только гордые в силе живут, А другой и замнет, и забросит, Как изъеденный сырью хомут. Не с тоски я судьбы поджидаю, Будет злобно крутить пороша, И придет она к нашему краю Обогреть своего малыша. Снимет шубу и шалей развяжет, Примастится со мною огня И спокойно и ласково скажет, Что ребенок похож на меня. Снимет шубу и шубу. Вечером синим, вечером лунным, Был я когда-то красивым и юным, Был я когда-то красивым и юным, Неудержимо, неповторимо, Все пролетело, далече мимо. Сердце остыло, и выцвели очи, Синее счастье, лунные ночи. С 4 на 5 октября 1925 года. Интересное было время. 25 год. Давайте еще раз прислушаемся к этим стихам. Вечером синим, вечером лунным, Был я когда-то красивым и юным, Неудержимо, неповторимо, Все пролетело, далече мимо. Сердце остыло, и выцвели очи, Синее счастье, лунные ночи. И в это время Есенину было всего 30 лет. А он уже печалится о своей прошедшей юности. Интересно, да, что вот в наше время Нам уже по 50, по 60 лет, А некоторыми по 70. И мы чувствуем себя молодыми. Если организм нормально, хорошо работает, И особых проблем нет, То человек и в 50, и в 60, и в 70 чувствует себя молодым. А Есенин уже в 30 чувствовал себя Старым, как бы прожитым. Казалось ему, жизнь казалась ему уже прожитой. Интересный факт. Субтитры создавал DimaTorzok Вот уж вечер. Роса блестит на крапиве. Я стою у дороги, прислонившись киви. От луны свет большой прямо на нашу крышу. Где-то песни соловья вдалеке я слышу. Хорошо и тепло, как зимой у печки. И березы стоят, как большие свечки. И вдали за рекой видно, за опушкой Сонный сторож стучит. Мертвой колодушкой. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Мы теперь уходим понемногу в ту страну, где тишь и благодать Может быть и скоро мне в дорогу бренные пожитки собирать Милые березовые чащи, ты земля и выровнен пески Перед этим сонном уходящих я не в силах скрыть мои тоски Слишком я любил на этом свете все, что душу облекает в плоть Мир осином, что раскинув в ветви, загляделись в розовую водь Много дум я в тишине продумал, много песен про себя сложил И на этой на земле угрюмой счастлив тем, что я дышал и жил Счастлив тем, что целовал я женщин, мял цветы, валялся на траве И зверьё, как братьев наших меньших, никогда не бил по голове Знаю я, что не цветут там чаще, не звенит лебяжья шея рожь Оттого предсомном уходящих я всегда испытываю дрожь Знаю я, что в той стране не будет этих нив злотящихся во мгле Оттого и дороги мне люди, кто живут со мною на земле Оттого и дороги мне люди, кто живут со мною на земле Вечер чёрные брови насопил Чьи-то кони стоят у двора Не вчера ли я молодость спробил? Разлюбил ли тебя не вчера? Не храпи, запоздалая тройка Наша жизнь пронеслась без следа Может, завтра больничная койка упокоит меня навсегда Может, завтра совсем по-другому я уйду исцелённый навек Слушать песни дождей вечерённых Чем здоровый живёт человек Позабуду я мрачные силы, что терзали меня губя Облик ласковый, облик милый Лишь одну не забуду тебя Пусть я буду любить другую, но и с нею, с любимой, с другой Расскажу про тебя, дорогую Что когда-то я звал дорогой Расскажу, как текла была я Наша жизнь, что было и не была Головаль ты моя удавая До чего ж ты меня довела Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Зная я, они прошли как тени Не коснувшись твоего огня Многим ты садилась на колени А теперь сидишь вот у меня Пусть твои полузакрыты очи И ты думаешь о том, что ты думаешь о ком-нибудь другом И когда с другим по переулку ты пройдешь, болтая про любовь, может быть, я выйду на прогулку и с тобой встретимся мы вновь Отвернув к другому ближе плечи И немного наклонившись вниз, ты мне скажешь тихо Добрый вечер Я отвечу Добрый вечер, мисс И ничто души не потревожит, и ничто ее не бросит в дрожь Кто любил, уж тот любить не может Кто сгорел, того не подожжешь Добрый вечер, мисс Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok